Очень интересная тема. Адресация IP версии 4. Наверное, не столько интересная, сколько практически важная. Вы можете не задумываться о заголовках, вы можете не задумываться, как протокол конкретно работает, но если вы организуете сеть, организуете работу хоста в сети, то адресацию вам точно знать надо. Поскольку это протокол для глобальной сети, то все узлы в этой глобальной сети должны иметь свой уникальный IP-адрес. Кроме тех узлов, у которых не уникальный IP-адрес. Такие тоже есть. У нас 300-битный адрес IP. Исторически сложилось, что он записывается в десятично-точные аннотации. 4 байта. Каждый байт записывается в десятичном виде, то есть от 0 до 255. И байты отделены друг от друга точками. Ну и вот классическая запись. Вот например, 192.168.0.1. Каждый байт отделен точкой друг от друга. Ну, нельзя сказать, что это самая удачная, самая идеальная форма записи, но к ней быстро привыкаешь и достаточно удобно с ней работать. Первоначально сети были разбиты на несколько классов. В принципе, сейчас эти классы есть, конечно, но с ведением маршрутизации бесклассовой. На них можно не обращать внимания. Ну, как не обращать? Дополнительную информацию нужно задавать. Скажем, если класс у нас имманентно задает сам себе длину каждого сегмента класса, то без классовой маршрутизации мы должны задавать еще длину номера сети, то есть так называемый сетевой префикс. У нас пакеты отличаются по первым битам. Вот тут этот первый бит хорошо представлен. Класс А это для больших сетей. От 8 бит первые идут под номер сети. Ну, естественно, поскольку первая идет 0, то фактически идет 7 битов под номер сети. А недавно разрешили использовать, до этого не использовалась, сеть класса А, у которой вся сеть состоит из нулей. Не хватает IP адресов. Класс Б у нас для... геологически был предложен для средних сетей. И класс С это для маленьких сетей. Тут у нас на узел идет два восьмой. Ну, два восьмой минус один, а минус зарезервированные адреса еще идут и так далее. То есть на количество узлов 252 получается где-то так. И это сеть, ну, уровня, небольшого уровня предприятия. Тем более, когда несколько сетей можно построить в организации. Ну, вот эта вот сеть, которая продается пользователям, когда покупают недоступ в интернет. Но и то им ее нарезают еще на более мелкие кусочки. Класс Д это мультикастинг сети. Очень хорошая идея, очень хорошая идеология. Опять же, чтобы она работала, нужна реализация на уровне коммутаторов и маршрутизаторов. Принципиально, да. Принципиально ее можно пробовать применять. Реально работает совсем не всегда. Класс Е это экспериментальные адреса для каких-то разных хитрых экспериментов. Ну, фактически у нас используются А, Б, С. Это основные наши адреса. Вот у нас в таблице приведены разные данные по этим сетям. Границы сетевого адреса. Ну, как я сказал, на сеть класса. Сейчас разрешено еще 0,0,0,0. 127-й формально в класса входит, но он тоже зарезервирован и так далее. То есть, вот видите, такие вот данные по сети. Это у нас по классу А, пояснение. 126 сетей. Дело в том, что вот сеть, состоящая из всех нулей, она, если имеет длину сетевой части 32, то указывает на этот локальный хост конкретно. Если длину сетевой части 0, указывает на все хосты в мире. Вот это вот, минус 1. И 127-й адрес тоже минус 1. Получается 2 в седьмой, минус 2 номера в сетей. А сейчас сеть, состоящая из всех нулей, но имеющая длину сетевого адреса 8, указывает теперь на определенную конкретную сеть. Как видите, очень много узлов может в этой быть сети. Ну и фактически это половина всего адресного пространства IP версии 4. в Штатах несколько организаций урвали все такие сети и живут, не тужат. Класс B это для сетей поменьше. И класс C это то, с чем сталкивается фактически, вы дома сталкиваетесь, потому что по умолчанию у вас дома ставится IP версии 4. Класс C C. D, E это специальные классы. Мультикастинг у нас вещь, конечно, чудесная, но работает или нет, я даже и не знаю. принципиально, конечно, работает, в локальной сети вы всегда можете настроить так, что мультикастинг будет работать, но в глобальной сети нет уверенности, что у вас все заработает, где-нибудь посередине какой-нибудь маршрутизатор откажется работать с мультикастингом. Тут перечислены основные служебные адреса. Вот 127.000 это сеть возвратная, адрес хоста может быть любой. Обычно ставится 127.000 1, но это адрес указывает на самого себя. Значит, у нас если все хостовые биты выставлены в ноль, то это адрес сети. Если все хостовые биты выстроены в единицу, то это у нас браткаст адрес. Ноль значит, все из нулей состоит 0,0,0,0 это длина значит, и длина 32 сети это локальный данное устройство. Если длина 0 префикса, то это все устройства в сети. Если у нас сетевые биты в ноль поставлены, то это идентифицируется, что у нас сеть локальная, сеть не важна, важен только номер узла, и вообще адрес состоит только из единиц, это все устройства данной IP-сети, то это значит, что нас опять не интересует какая сеть, да, локальная сеть, и мы широковещательно делаем на вот эту сеть. Вот пояснение подсети. недостаток тот, что у нас не очень хорошо экономно используются IP-адреса, в результате нам нужно как-то улучшить их разделение, и в частности для больших сетей введено было кроме самой сети подсеть, и у нас расширенный префикс сети охватывает сеть и подсеть. Ну, это вот трехуровневая иерархия, только из-за того, что у нас зафиксированы ABC-классы. Если у нас используется бес классовая маршрутизация CIDR, то просто расширенный префикс сети указывает расширенный номер сети, без подсети, то есть, поскольку у нас уже не фиксируется, как в ABC, размер сети, номера сети, то у нас и подсеть вот таковая не нужна. изначально, конечно, когда оставалось все в рамках данной классификации, подсети позволяли более гибко разбивать сеть организации, объединять, агрегировать для маршрутизации, и снаружи была видна именно большая сеть, агрегированная, а не эти маленькие подсети. Для вырезания расширенного сетевого префикса используется маска. Маска состоит из единицы нулей, соответственно, там, где единицы, это вырезается собственно адрес сети с подсетью, а там, где нули, это нулями остается адрес хоста. Ну, для упрощения, поскольку было введено потом безклассовая маршрутизация, используется цидер нотация, то есть к IP-адресу представляется длина расширенного сетевого префикса, но он равен числу единиц. Расширенный цифровый префикс строится так, и маска подсети, что у нас вначале группируются единицы, а потом идут нули, то есть задание в виде одного числа вполне однозначно. есть еще один способ задания адресов, не с помощью маски и префикса, а с помощью шаблонов вилкартс. Вот в этих шаблонах там не зафиксировано расположение единицы нулей, они могут быть перемешаны, но это более тонкие материи, вы их при желании на другом курсе изучите. Ну и следующий шаг все пережевывается, все это, если мы можем делать адрес сети и адрес подсети, то давайте мы просто сделаем маску переменной длины, то есть нефиксированные 8,16 там скажем и 24 префикс, а префикс может быть любой. Вот введена маска переменной длины. Ну сейчас это все абсолютно стандартным стало и даже с трудом понимается, как можно было жить без этого. так что вот все эти понятия более интересны в историческом смысле, чем в практическом, потому что практические альтернативы вы даже и не встретите. Ну вот пример разбиения сети класса С на несколько подсетей. Вот у нас маска переменной длины. Начало префикс 24 это вся сеть. Потом 26 префикс на 2 увеличился, 2 во 2 4 подсети. Вот они 4 подсети. Значит у нас первая и последняя сеть тоже в историческом смысле интересно. Они стандартно начали не маршрутизировались, то есть маршрутизировались только промежуточными, не первая и не последняя. и это называются заронет нулевые сети. И например в циске, которая поддерживает стандарты достаточно скрупулезно, у нее есть такая команда оператор, который разрешает использовать, по-молчанию разрешает внешние сети, но можно запретить использовать внешние сети. Опять же это сделано для того, чтобы увеличить количество IP-адресов. Ну и опять вот эту сеть третью мы разбили на 4 сети префект стал 28. Ну вот например опять же пример на 5 подсетей если сеть у нас класса у нас сетевой префикс 8 бит 8 сетевой префикс но класса это мы говорим так формально опять же сейчас нету этих классов естественно мы легко записываем маску и бродкаст и сеть можно бить как угодно как нам захочется мы можем если на 5 сетей мы можем разбить скажем на 8 подсетей будет часть ненужных если чтобы все были нужны мы разобьем на 4 подсети а потом еще одну сеть разобьем пополам и так далее то есть вот тут все выкладки даны достаточно подробно вы можете попрактиковаться в принципе это совсем не сложно то есть просто нужно мозг направить понимать что означает префикс и как записываются адрес и маска все очень просто ну и у нас 4 сети и одно пополам разбили получилось в результате 5 подсетей ну и вот ко всему мы пришли к цидр технологии забыли про классы сетей мы то помним нам проще общаться говоря что сеть класса такого то но нужно понимать что при маршрутизации учитывается не класс сети а префикс сетей ну и это позволяет нам достаточно удобно агрегировать сети то есть несколько сетей под одну маску маршрутизации